Приветствую вас, и вы спрашиваете о том, можно ли назвать отношения вашей с мамой токсичными, или вы виноваты в том, что происходит. Также вы спрашиваете, как считать такое поведение, во всем ли это виноватно, мне надо разобраться. Далее вы приводите некоторые примеры, например, вы пишите, что она живет с учимом вашим, и как только вы что-то не доволен тем, что лентяй пофигистый, она начинает на вас кричать. Первое, на что бы я обратил внимание, это некоторое такое, знаете, вот, неуверенность в себе, то есть, есть такое ощущение, что вы хотите, где-то вот в глубине души желаете мамыного обобрения. Вообще ничего плохого в этом нет, но, как бы, нужно, наверное, все-таки видеть довольно ясно, то, что может мама одобрить, а то, что она одобрить не может. Вот, и если вам нужно одобрить чем-то, что важно для вас, то, наверное, ну, от мамы ожидать этого поменьше мира бессмысленно. Вот. То есть вы, как мне кажется, неуверенны в себе, да, вы, вот, пропускаете какие-то вещи, например, вы говорите, он пофигист, там, лентяй и прочее. Ну, возможно, вот, возможно, это, это так. Возможно, действительно, пофигист, но, как это касается вас, конкретно, да? Вот, если вас что-то задевает, если вам это не нравится, ну, как бы, право, право-то, право, безусловно, ваше, но... Мама, она, как бы, не может его исправить при ее самом желании. Вот. То есть вас это, получается, как-то задевает. Только то, что он лентяй, то, что она на вас кричит. В моей стрессе ухажера, им не нравится образ, который она живет. Мне наоборот, когда я говорю, что мне это не нравится, она тоже кричит на меня. Самыми идеями приготовления блюд, например, она не пользуется. Скоро, что это интересно и все. То есть, я говорю, она переспрашивает другие игры, что это они сказали. Всегда, если, говорю, мне некоторое не совпадает с ней, если ее на стрессе не нравится, чтобы я замолчала. Если мне обидно как нам относиться, я холерики не могу, и могу не очень корректно выразить, что это тоже шквал негатива, чтобы я никого не обсуждал. Ну, из чего вы решились, что вы холерик? Большой вопрос. Как бы, что на это вообще указывает, что вы холерик? Вот. Потому что, ну, если для вас, например, это очевидно, что вы холерик, то я бы не сказал, что это очевидно для меня, например. То, что вы холерик. А если вы считаете, что можете выразиться, как вы говорите, некорректно, то у меня такое ощущение, что вам за это стыдно. Как будто бы за то, что вы выразились, ну, за то, что вы выразились некорректно. Вообще, есть такое ощущение, что вы пытаетесь со своей мамой как-то одобрение получить, понимаете, опять же повторюсь. То есть, насколько вы самостоятельны, насколько вы можете операться на себя, насколько вы, как бы, как вы, ну, воспринимаете себя, как вы относитесь к себе. Мне кажется, это очень такой важный вопрос в данном контексте, потому что есть основания полагать, что относитесь к себе не самым лучшим образом. Мне очень больно. Вот. А работать с болью здесь очень важно. Проживать боль очень важно. Позволять себе боль очень важно. Не заталкивать ее вглубь себя очень важно. Да? Очень важно не выбивать боль внутрь. Ну, вау, как бы, внутрь вас. Ну, вот. Очень важно выражать эту боль. Не держать ее в себе. Вот. Но пока что у меня есть ощущение, что вы отчаянно пытаетесь переделать отношения как бы вашей мамы к вам. Ну, поменять отношения вашей мамы к вам. Так. Сделать так, чтобы она, там, не знаю, лучше к вам относилась. Например. Вот. Вот. Как-то, как-то вот. Такое что-то. Все это в том, что она не может. Можно листать за токсичным. Что вообще такое токсичное? Знаете, для меня токсичность это, в некоторой степени, эм, ярлык, который могут повисать на человека, например. Поэтому, как бы, что с того, вы хотите маму, я так понимаю, обесценить сейчас. Да. Вы хотите ее как-то вот принять, чтобы вам было легче, вероятно. Мне же кажется, эта позиция очень энергозастратная, очень энергоемкая и гораздо более адекватная позиция. И мне, мне кажется, может быть, принятие своей мамы такой, какая она есть из себя. Ой. Без борьбы. Понимаете? То есть, вот, как бы, вы пытаетесь подпитаться у мамы, но при этом я могу задать вам вопрос. А чем вы еще живете, по-моему, в отношении, да, что в вашей жизни есть только мама и сон? Вот. Я понимаю, что, скорее всего, это не так. Вы понимаете? Ну, вот, ощущение, что в вашей жизни есть только мама. Такое чувство возникает. Вот. И как будто бы вы в 28 лет до сих пор пытаетесь, не знаю, убедить ее в чем-то. Вот. При том, что ваша мама просто пытается не замечать какие-то вещи, чтобы они ей не отправляли жизнь. Вот. Так это выглядит. По крайней мере, с точки зрения, вот, ну, меня, да, с точки зрения моего там условно, подхода, да, с точки зрения моей позиции, вот. С точки зрения моего опыта, который мне есть. Вот. Вернее, как бы, вот так, это вот то, что, ээээ, то, что я мог бы вам, наверное, сейчас сказать, то, что я мог бы вам ответить сейчас. Вот. Именно, ну, именно вот. Именно вот. Как психолог. Эээ, на этом все. Пожалуй, пожалуй. Эээ, я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, вам это было интересно. Надеюсь, вы сделаете для себя какие-то выводы, надеюсь, вы сделаете для себя. Эээ, ну, надеюсь, я был вам некоторую вот пищу для размышления, да, чтобы вы как-то, как-то вот, ну, поразмислили над тем, что я сказал. Ну, вот, и чтобы в дальнейшем у вас, может быть, появился бы некоторый ресурс для работы над собой. Вот, потому что сейчас, как мне кажется, это сделать довольно-таки проблематично. Вот, потому что вы чувствуете, ну, не чувствуете по себе сил, как бы, да, не чувствуете по себе ресурсов, как бы. Вот, и мне кажется, что это очень, ну, болезненно может на вас влиять. Вот, чего бы мне не хотелось, конечно же. Так что, я желаю вам успешного разрешения ситуации. Я бы думал, в сторону сепарации от мамы дальнейшей, по вот и в сторону работы с болью, не зажимая, да, не забивая, вот, не подавляя боль, которая у вас есть. Ну, абсолютно естественно и нормально, да, испытывает боль, когда вот происходит то, что происходит. Но, в то же время, вот, давая ей возможность развиваться во что-то еще, по возможности, давая ей шанс как-то проявляться, да. То есть, не пытаясь найти какие-то дополнительные источники, ну, условно говоря, опоры, да, вовне, а именно вот внутри вас, стараться увидеть, стараться увидеть внутри вас этот самый ресурс, который, как мне кажется, есть. Как мне кажется, есть, который, как мне кажется, поможет вам опираться на, там, условно себя. Вот, но только если вы начнете этим заниматься, конечно, вот, только если вы позволите, там, условно нам себе помочь. На этом все, надеюсь, что мой ответ вам помог, буду благодарен за обратную связь, это послужит вам началом работы над собой. Всего вам самого доброго, удачи! Продолжение следует... ... ...